МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Алла Кондакова, начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы России по Рязанской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, вот в этом году владельцы недвижимости и транспортных средств получат налоговые уведомления. Когда это произойдет? Я хочу сказать, что массовая рассылка по доставке гражданам налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов уже стартовала в Рязанской области. Поэтому первые счастливчики уже могут получить заветный конверт с налоговым уведомлением. Ну и, естественно, те налогоплательщики, которые подключены к сервису личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Те у нас уже получили уведомления. Ну и буквально в ближайшее время все, кто подключен к этому сервису, увидят уже уведомления у себя в личном кабинете. Но я хочу сказать, что в целом в этом году будет сформировано и направлено на печать для доведения до налогоплательщиков более 600 тысяч налоговых уведомлений на уплату транспортного налога, налога на имущество физических лиц и земельного налога. При этом уже сейчас на печать отправлено больше 430 тысяч налоговых уведомлений. Это те, которые у нас будут отправляться по почте налогоплательщикам. И порядка 137 тысяч налоговых уведомлений будет выложено в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Поэтому смотрим, следим и уже готовимся к оплате налогов. Давайте напомним телезрителям, в какой срок необходимо уплатить имущественный налог. Ну, в этом году у нас идет рассылка очень даже заблаговременная, но не лишним будет напомнить, что срок уплаты, который у нас установлен по налоговому кодексу, это 1 декабря. В этом году еще один дополнительный день у нас добавляется для налогоплательщиков, поскольку 1 декабря это будет воскресенье. И последний день, когда необходимо оплатить свои имущественные налоги, это 2 декабря. Ну, конечно, ни в коем случае не надо дожидаться этой даты, и лучше сделать все заблаговременно. Тем более, я хочу сказать, что несмотря на приближение даты уплаты налогов за 2018 год, а я напомню, что мы именно в этом году по сроку 2 декабря уплачиваем имущественные налоги за прошлый год. Так вот, еще, к сожалению, есть некоторое количество резонансов, которые числятся в категории должников. И по сроку оплаты имущественных налогов 1 декабря 2018 года до сих пор свою обязанность такую не исполнили. Конечно, я рекомендую настоятельно сейчас тем резонцам, которые, собственно, у нас в должниках, и вообще всем проинвентаризировать свои налоговые обязательства. И если действительно какая-то задолженность имеется, то не дожидаясь уже нового срока уплаты, да, конечно, погасить старую задолженность. Тем более, что в этом году очень активно, как и всегда, мы применяем все меры взыскания, в том числе принудительного взыскания за должности и совместно со службой судебных приставов работаем. Поэтому, конечно, не надо дожидаться таких мер. Тем более, что сейчас еще продолжается пара летних отпусков, а должники у нас, как известно, границу не пересекуты. Территорию Российской Федерации покинуть не смогут. Поэтому здесь, конечно, лучше обратить на это внимание заранее. Есть форма налогового уведомления. Она как-то изменилась по сравнению с прошлыми годами? Ну, я хочу сказать, что вообще форма налогового уведомления, да, она некоторые изменения претерпела, но в целом у нас осталась как бы та же концепция по уведомлению. Во-первых, оно сводное. То есть у нас налогоплательщик видит в налоговом уведомлении все свои обязательства по тем объектам, которые расположены у него в пределах территории Российской Федерации. Это очень удобно. Например, имеет рязанец квартиру в городе Рязани, там автомобиль, скажем, и земельный участок, там, доставшийся в наследство в Московской области. То есть все это будет в едином одном документе. И, наверное, самое главное отличие, я вот даже хочу показать нашим телезрителям, что даже по виду уведомлений они поймут, что это уведомление уже 2019 года. Если в прошлом году мы видели вот такое отдельное уведомление, и к нему прилагался платежный документ для того, чтобы осуществить оплату налогов, то в этом году уже мы с вами видим вот такую единую форму, в которой помимо расчета налогов мы можем и сразу же увидеть QR-коды и штрих-коды для оплаты налога. То есть это та информация, которая необходима для оплаты через банки соответствующего налога. Это очень удобно, потому что если у налогоплательщика небольшое количество обязательств, ну, скажем, там, например, один транспорт, да, то он вообще получит вот такую одну бумагу, да, в которую, собственно говоря, он может посмотреть и расчет, и сразу же увидеть, собственно, что вот он может оплатить это через банковский терминал. Ну и кроме того, хочу обратить внимание, что у нас в этом году в форме налогового уведомления не увидят резанции тех объектов, по которым объект льготирован и сумма налогов к уплате ноль. То есть здесь мы в колоночке размер налоговых льгот можем увидеть только те объекты, которые не полностью льготируются. Ну, скажем, на участок 12 соток, на 6 соток представляется льгота, да, а 6 соток облагается налогом. То тогда мы здесь этот земельный участок увидим. Если же это автомобиль, который полностью льготируется, то здесь его налогоплательщик не увидит, пусть не переживает, это нормально. Это, собственно говоря, вот такое небольшое изменение. Вот. Это то, что касается самой формы налогового уведомления. Ну, и здесь хочу еще отметить, что те резанцы, которые у нас подключены к личному кабинету, по почте не ждут уведомления. Они это смотрят в электронном виде у себя в кабинете, да, и уже, вот как я и сказала, уже надо это сделать, потому что уже выгрузка у нас идет очень активно вот именно в личный кабинет. Ну, кроме того, что здесь хотелось бы еще напомнить, что перерасчет, теперь вот с 1 января 2019 года, перерасчет суммы налога земельного и налога на имущество физических лиц, если он ведет к увеличению налога, не производится, но в том случае, если эта сумма налога уже была налогоплательщикам уплачена. Это очень такой момент хороший для налогоплательщика, потому что если он является должником, скажем, по какому-то налогу, да, и приходят сведения, уточненные по данному объекту, которые повышают сумму налога, то налоговый орган в соответствии с кодексом может произвести перерасчет в сторону увеличения. Если же он уже оплатил этот налог, то никакого увеличения не будет. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем должникам, вовремя уплаченная сумма налога – это действительно ваша, так сказать, безопасность, спокойствие и комфорт просто как гражданина. Мне вот интересна такая ситуация. Если человек получил уведомление и нашел там ошибку, что в этом случае делать? Ну, не пугаться, во-первых, да. Общая рекомендация такая – это оперативно довести до налогового органа ту информацию, соответственно, которую вы считаете, что она некорректна. Ну, причем сделать это можно как традиционным способом, посетив налоговую инспекцию, так и дистанционно. Ну, помимо личного кабинета налогоплательщика, можно воспользоваться нашим сайтом налог.ру. Есть сервис «Обратиться в ФНС России», там вы выбираете налоговый орган соответствующий, куда вы хотите сообщить эту информацию, и официально вот такое обращение делаете. При этом для оперативности обработки информации мы рекомендуем в случае, если у вас какие-то вопросы и сомнения по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, выбирать именно тот налоговый орган, который занимается исчислением налога, а именно это по месту нахождения объекта. А если вы что-то по поводу транспорта хотите сообщить, то здесь вы сообщаете именно по месту жительства автовладельца. То есть вот такие нехитрые требования. Но и вообще, знаете, хотелось бы все-таки здесь акцентировать внимание на том, что ответственность за актуальность, полноту информации, которую мы используем при расчете имущественных налогов, несут регистрирующие органы. То есть те органы, которые передают нам в соответствии с информационным взаимодействием определенную информацию. Ну, скажем, если это ГИБДД, то это сведения об автовладельцах, характеристиках автомобилей и так далее. Росреестр передает, МЧС нам передает сведения. То есть отдельные регистрирующие органы. Поэтому, соответственно, вот эта информация, она аккумулируется у нас уже, мы получаем готовую информацию. То есть просто это необходимо понимать, что если есть какой-то проблемный момент, то мы будем этот проблемный момент решать именно с регистрирующим органом. Мы говорили об изменениях, а вот в расчетах на транспортный налог и земельный налог есть какие-то изменения? И если есть, то какие? Ну, традиционно небольшие изменения какие-то проходят, да, все-таки у нас налоговая система, она развивается. Ну, в этом году таких, в общем-то, есть несколько, да, таких существенных моментов, на которые хотелось бы обратить внимание. Ну, в частности, по транспортному налогу как раз меньше всего у нас изменений. Ставки и льготные категории по транспортному налогу у нас устанавливаются на территории всего региона. Это налог региональный, не местный, как земельный и налог на имущество физических лиц. То есть действует на территории Рязанской области. Изменения по ставкам и льготам у нас не было уже давно. Поэтому, собственно говоря, никаких таких ключевых изменений по суммам налогов транспортного, да, у нас рязанцы не увидят. Единственное, что есть изменения по дорогостоящим автомобилям стоимостью свыше 3 миллионов рублей. Там изменены повышающие коэффициенты. И опубликован уже новый актуализированный список автомобилей. Он значительно расширен. То есть это вот как раз на сайте Минпромторга размещается такой реестр, скажем так, перечень. Вот как раз те владельцы, которые предполагают, что их автомобиль вот такой дорогостоящий сюда у нас подходит, те могут поинтересоваться, то есть какие автомобили у нас добавлены. И по ним уже будет при расчете транспортного налога применяться повышающий коэффициент. Ну, не первый год уже это применяется, но перечень этих автомобилей, он постоянно, так сказать, дополняется, изменяется и так далее. Ну, и здесь хотелось бы еще отметить, наверное, такое важное изменение для тех несчастливых автовладельцев, у которых автомобиль находится в угоне. То есть вот до этого года транспортным налогом не облагался автомобиль, да, там транспортное средство, до момента прекращения розыска в связи со стечением срока его проведения. Вот сейчас уже теперь не облагаться налогом будет автомобиль, полностью до момента возвращения его законному владельцу. Тоже вот такое интересное изменение. Ну, что касается земельного налога, здесь небольшое количество каких-то существенных моментов. Самое, наверное, главное и достаточно позитивное, я считаю, для налогоплательщиков, для владельцев земельных участков, это введение так называемого ограничивающего коэффициента. То есть что это такое? Введен коэффициент, который ограничивает рост земельного налога по отношению к предыдущему году не более чем на 10%. То есть коэффициент 1,1%. То есть, проще говоря, рязанец не увидит в своем уведомлении сумму налога по земельному налогу больше чем на 10% по сравнению с прошлым годом, если вдруг у него поменяется кадастровая стоимость земельного участка. Вот. И, наверное, тоже достаточно такое позитивное изменение, связанное с социальной поддержкой многодетных граждан. У нас введен дополнительный налоговый вычет. Не облагается земельным налогом 6 соток, это так называемые, да, 6 соток, 600 квадратных метров. Они у нас вычитаются из налогооблагаемой базы для многодетных родителей, имеющих трех и более детей. То есть вот такая поддержка. Теперь у нас вот в прошлом году было введено это для пенсионеров. Вот в этом году на уровне всей Российской Федерации у нас поддерживаются таким образом многодетные родители. Это, конечно, положительные тенденции. А что касается расчетов налогоимущественного? Ну, я хочу сказать, что всегда он, наверное, как-то больше всего волнует владельцев имущества. Почему? Потому что налог на имущество физических лиц, он включает в себя, соответственно, налог на квартиры, гаражи, дачи, жилые дома и так далее. То есть это вот большой спектр объектов капитального строительства. А, как правило, конечно, жилье – это, наверное, самое главное для человека. То, что его всегда достаточно сильно интересует. В этом году какие изменения нас ждут? Ну, во-первых, так же, как и по земельному налогу, у нас введен ограничивающий коэффициент, то есть рост налога на имущество физических лиц у нас будет также не более чем 10% по отношению к предыдущему году. При этом хочу обратить внимание, что с этого года, то есть налогового периода 2018 года, у нас не применяется специальная формула для расчета налога, она была достаточно сложная, и, как правило, здесь много вопросов таких возникало у тех рязанцев, которые хотели сами посчитать сумму налога. То есть теперь эта специальная формула не применяется, и, соответственно, не будет применяться и коэффициент к налоговому периоду, который вот в прошлом году у нас был 0,6, и можно было это увидеть в налоговом уведомлении. Сейчас мы не увидим с вами такого коэффициента. То есть самое главное теперь действующее правило, начиная с налогового периода прошлого года, это именно не превышение 10% суммы налога на имущество физических лиц. То есть вот тоже такой достаточно позитивный момент. Ну и очень хорошая мера поддержки, опять же, в этом году у нас введена для многодетных и по данному налогу, а именно им предоставлен еще и налоговый вычет дополнительный на квартиру, в размере суммы необлагаемой кадастровой стоимости 5 квадратных метров по квартире и 7 квадратных метров по жилому дому в расчете на каждого ребенка. Ну, минимальный подсчет, если мы с вами сделаем, скажем, 3 ребенка в семье несовершеннолетних, в этом случае на квартиру будет полагаться дополнительный вычет в виде необлагаемой суммы налога по 15 квадратным метрам, и 21 квадратный метр будет у нас также убран из расчета вот для такой категории, как многодетный. То есть я хочу сказать, что достаточно большая серьезная работа проводится по льготированию как на федеральном уровне, но в том числе и на уровне местном и региональном. Спасибо. И на этом наша программа подошла к концу. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова